здравствуйте сегодня буду готовить мясо тушеное с овощами в горшочках и для приготовления этого блюда я взяла вот такие куски говядины в магазине я их покупала как говяжий гуляш и мне вот эти вот кусочки надо нарезать очень мелко я нарежу куски говядины поперек волокон тонкими такими ломтиками и вот эти уже куски вот такой соломкой чтобы они быстрее приготовились и не были жесткими такие кусочки теперь я очень хорошо раскалю на огне вот такую толстостенную сковородку налью растительного масла так чтобы закрывала донышко и обжарю говядину у меня говядина 600 грамм я ее буду обжаривать два захода точно так же я обжарю вторую часть мяса говядину я уложила в горшочки а на сковороде я слегка спассирую морковку нарезанную соломкой и лук перьями сильно жарить не буду морковку и лук кладу на мясо понемножку у меня 5 горшочков чтобы хватило на все слегка разровняю ложечкой теперь я насыплю в каждый горшочек по пол чайной ложечки соли поперчу черным перцем из мельнички нарежу очень тоненько вяленые помидоры и положу по нескольку таких полосочек в горшочек каждый чеснок нарежу тонкими пластинками и также положу по нескольку штучек в каждый горшок свежий помидор нарежу кружочками мелко нарежу свежий кабачок наверное такими полуколечками один маленький баклажан я тоже порежу мелко я его не буду не вымачивать не присаливать заранее мне нравится острый вкус и аромат баклажан и баклажанчики я также уложу слоем в горшочек также взяла один маленький болгарский перчик я его уже очистила и нарежу его соломкой перчик также уложу в горшочки и остался у нас картофель я его нарежу тонкой соломкой и нарезанной картошкой я уже набиваю горшочки до плечиков утрамбовываем картошку я опять слегка присолю совсем немножко лучше потом досолить если будет мало и налью в каждый горшочек кипятка примерно по 70 миллилитров чуть ниже плечиков и теперь мои горшочки мне надо накрыть эти горшочки у меня без крышек поэтому я буду накрывать фольгой но если вы очень хотите заморочиться вы можете приготовить любое тесто на свой вкус и залепить горшочки тестом оставив выход для пара небольшое отверстие и это тесто когда запечется его можно есть как хлеб но я заморачиваться не буду я просто возьму вот такую полоску фольги положу ее вдвойне и вот так накрою каждый горшочек вот здесь оставляя уголочек для выхода пара подготовленные горшочки я поставлю в духовку сначала я поставила вот такую большую температуру почти 250 градусов и буду ждать пока горшочки закипят и того горшочки у меня стояли час на температуре 200 градусов 250 точнее и еще два часа при температуре 150 градусов и можно аккуратненько перемешать мясо мягкое овощи все готовы такая красота у нас получилась мясо мягкое овощи все готовы